Поговорим о некоторых особенностях товарно-денежного обращения, так сказать, в примитивных культовах. В первую очередь, о таком явлении, как подлочи, таким явлением, как кум. Постараемся дать им интерпретацию, отличающуюся от привычной нам интерпретации Бадриаря или Вестерос и других исследователей. Что такое подлочи? Подлочи – это в основном тихоокеанское побережье Соединенных Штатов. Следующий обычай. Он состоит, что некто, какой-то идеец, устраивает большой праздник. Этот большой праздник производится таким образом, что раздается очень много всевозможных полезных вещей. То есть человек, когда не работает, берет в долг у всех окружающих людей и устраивает свою полощь. Тогда он дарит всем окружающим лодки, шкуры, что-либо там еще, что-то, может быть, бусы, но все свои сокровища, орудия и труда. Но самое интересное в нем, что он не только их дарит, но он еще и их пост уничтожает. Берутся 8-9 лодок и за один раз во славу Бога или во славу кого-то, во славу духов, они уничтожаются. Это такое странное обычай по уничтожению материальной ценности у идеец. Это называется подлочек. Что такое кола? Кола – это уже атлантическое побережье Америки. Это Карибский бассейн. Там люди жили на небольших островках всевозможных. И люди пытались они между собой обмениваться. Но обмен у них существовал в форме дар-дара. Ну, например, брались какие-то украшения или что-либо еще. И в один определенный день в году они собирались со всей командой и ехали на соседний остров. И там его просто-напросто дарили. После этого этот же материальный объект, следующие люди передаривались следующему племеню. Тоже собирались, ехали на этот остров. И так далее. Возникала некая такая цепочка, в чайчуренность которой прерывать было нельзя. И ваши материальные ценности теперь распределялись между людьми путем простого свободного дара. Притом, между обменом, так называемым, товарно-денежным, и торговлей, и вот этим самым даром, экономикой дара, индейцы проводили очевидного рода различия. Очевидное рода различия состояла в том, что кому ты что-то даришь, тем не имеешь права торговать. Торговля это было нечто совсем другое, чем просто свободный дар. Очень легко представить себе, что разновидностью кола был и монгольски известный обычай, что когда купцы пришли к Чингисхану, он спросил, что и сколько стоит его ткань. Купец назвал за них цену. Чингисхан приказал отобрать у него ткани, а его самого посадить в тюрьму. Потом пришли, значит, остальные купцы, и они сказали, сколько он стоит, спросил у них. Они сказали, они нисколько не стоят, это наш дар тебе, великодушный государь. Вот Чингисхан типа этому обрадовался и после этого разрешил им, отгрузил это, по-моему, золото в значительной большей мере, чем делька не стоили когда-нибудь еще. Мы видим здесь странного рода парадокс, связанный с Кул. Она состоит, что товарно-денежные отношения и торговля это нечто низкое, а все, что является просто бескорестным как бы даром, оно считается высоким. Чингисхан был оскорблен тем, что с ним пытаются торговаться, в то время как ему было положено приносить всего лишь дары. Это интересный обличий, по свидетельству обличий Кул у всех феодальных и ахарических обществ он распространен. Вот я говорил о монголах, я говорил об индейцах, доживших до наших времен, вот Карибского бассейна, Ангельских островов, всех прочих, со всем этим Кул. Мы видим, что их методика принципиально отличается от иной, от нашей, точнее, принципиально. Мы видим, что там все основано вот на этом самом даре. И в самом деле, о каком товарно-денежном отношении можно всерьез, да. И там еще они отмечают, эти индейцы, еще удивительный праздник, он состоит, что у них есть какие-то рисовые коврики, типа. И после как у них есть какие-то медные тазы, такой смешной тоже обычай, и он состоит в торговле наоборот. Что одно племя приходит к другому племени и один говорит другому. А знаете, вы не сможете купить там за 500 или за 600 рисовых ковриков этот медный тазик. А тот говорит, нет, я могу не только за 500 или 600 купить, но могу купить и за 1000, и за 2. И когда он наконец находит у себя вот этих самых 2000 ковриков, хотя бы купить этот тазик за 600, он добавляет еще 20-10 с хохотом, и считается, что он другого вождя другого племени, и таким образом он победил. То есть возникает торговля наоборот. Это очень похоже тоже на подлочь, то есть тоже происходит уничтожение неких материальных ресурсов, но происходит вот таким образом, который отличается от нашего чрезвычайной и чрезвычайной силы. Я говорю, что в ранее феодальных обществах, когда вы все занимаетесь не тем же, например, выращиваете зерно, товарный денежный обмен он лишен определенного рода смысла. Он лишен определенного смысла, товарный денежный обмен. Да? Ну, потому что вы все делаете одно и то же, вам нет никакого смысла меняться. Для вас, более того, обмен, любая торговля является попыткой неэффективной, потому что у вас еще присутствуют транзакционные издержки. Поэтому она неэффективна. Тем не менее, существует некий ритуальный обмен, связанный с подношением и с даром. Люди на празднике день рождения дарят друг другу большие разные подарки. И это, как бы, есть некоторая экономика, можно сказать, да, экономика уважения. Но эта экономика уважения отличается от прямого изъявления выгоды. Более того, если ты начинаешь с кем-то торговаться, то тем самым ты этого человека превращаешь в некое существо, исключаешь его из собственного круга. Это вот так. Ты, кстати, забываешь здесь, что все такие дары, Игорь, они вначале делались Богом. Такие безвозмездные дары, да? Я об этом позже расскажу вам. И просто здесь модель дара и ответного дара – это не что иное, как модель, на самом деле, взаимоотношения с Богом. И поэтому, когда ты к человеку относишься именно с позиции дара и ответного дара, то ты его, как бы, немножко хотя бы приближаешь именно к Бога. Да, часто, когда говорят об этой самой вещи, они точно так же говорят, что это, на самом деле, такая экономика выгоды. Что, на самом деле, даря кому-то или что-то и делая такое, просто уничтожая. Я покупаю престиж. Некоторые говорят, что он уничтожает свои лодки, и гид покупает престиж. За лодки он выменивает собственный престиж. Это раз. Во-вторых, говорят, что действительно дар Богу и уничтожать собственные лодки, без которых ты можешь потом умереть от голода – это благодарность Богам за их щедрость к тебе. За их щедрость к тебе. Тоже. Но это все попытки свести поздночь и колу к нашему привычному обмену. Вот мы вот привыкли вот так меняться, извлекать выгоду. То есть считается, что… Я видел даже объяснение поздночь из следующего рода удивительного. Они состояли в том, что такой обмен – да, это как бы способ, наоборот, сохранения товара. Ты даришь им сегодня, а завтра у них будет свадьба или что-либо еще, и они не подарят тебе обратно. То есть люди пытаются всеми силами за поздночьем сохранить его товарно-денежные отношения в такие привычные нам. Они полагают, но это очень напоминает, как в украинских селениях, когда нет холодильника, и все забили свинью, второго ее делят на разные части и раздают под остальным хатом. Потому что в следующий раз они забьют свинью и тоже раздадут и вам этот кусок. Холодильник – это нет, и всю свинью ты за раз не съешь. Ты раздал его по деревне, и тебе его вернули. Некоторые думают, что потлачь – это нечто подобное. Ну, касса взаимопомощи также. Это много примеров. Что, например, большой праздник, вам все раздали, потом они тебе чего-то раздадут и так далее. Это не так. Главное в потлаче – это уничтожение. Уничтожение однажды, полностью. Полное уничтожение. Концепт какая-то есть у этого получения? Вот мы просто постараемся в этом разобраться. Некоторые думают, что это утилизация собственности. Мы должны много-много-много-много лодок с новых-новых-новых-новых производить, поэтому давайте-ка мы 8 лодок, которые показали самому богатому и самому успешному индейцу из племени, уничтожим. И это тоже не так. Это хотя бы немножко очень похоже. Так, между прочим, мы интерпретируем эту ситуацию бодря, что это способ социальных отношений. Ты с человеком общаешься таким образом. Ты оказываешь ему уважение путем подарка. Ты даришь ему подарок и тем самым оказываешь ему уважение. Действительно, в современной Германии 75% книжек покупаются для того, чтобы преподнести в дар. Их не собираются читать. Ими пытаются дарить. Бодря здесь замечают, что эта экономика тупиковая. Почему? Потому что старые времена, то, что тебе дарят, она тут же использовалась назначительно. Сейчас весь мир перегружен. Много замечают батарея. Впоследствии такого вот да-да-да. Ты подарил человеку книгу, а книга стоит у него на шкафу. Я тебе книгу скажу. Подарил ему микроскоп? Подарил ему микроскоп. Этот микроскоп тоже стоит у тебя на стереоте или еще. То есть квартиры, дома, жизнь человеческая, она оказывается переполнена такими вещами, которые являются всего лишь дарами дружбы или дарами социального отношения. Но они после этого остаются у тебя. И весь мир как бы заваливает этими самими вещами. Это вот подобного рода тенденция, которая пытается нам объяснить подлощи. Я хочу предложить совсем другую интерпретацию, сильно отличающуюся книгу. Всем привет! Подпишись на канал заинтересов authority. Ура так я? А прямо по стене на самом деле 익лее. Значит, давай-ка impl愧 на плоте.